Приветствую вас! Решил вас побаловать и сделаю сейчас чисто политическое видео. Ну, а то вы все время говорите, что не так про экономику рассказываете. Мы другое хотели бы услышать, а слышим-то совершенно другое. Все, никакой экономики. Одна политика. Ваша любимая, в чем вы хорошо все разбираетесь. Итак, вопрос для всех. Как вам нравятся последние события, которые показывают, что Владимир Зеленский формирует жесткую вертикаль власти и пытается сделать власть под себя. Я не говорю, что он будет вторым Путином. Нет, это немножко другая модель. Но то, что он попытается стать первым Зеленским, который постарается взять власть в Украине под жесткий контроль, и тогда он может быть очень долго. Очень долго. Не-не, он даже может переизбираться, он может менять конституцию, все остальное. Не в этом суть. Но сейчас, да, действительно, последнее решение РНГ показали, или СНБО. Зеленский не так прост, как вы думали. Вы очень рано над ним смеялись. Очень рано. Это всегда ошибка в истории. Я понимаю, как правило, историю люди не знают. Если знают, то какие-то битвы. Чушь! Битвы это тростепенные. Надо знать историю с точки зрения событий, политического характера. В свое время был случай, когда решили избрать Папу Римского. Ну, понимаете, было очень много кандидатов, и решили сделать так. Давайте изберем самого старого, который упал в маразм, он уже такой, ну, как бы никакой. Его вообще там считали чуть ли не блаженным, ну, той человек. Ее избрали. Ну, типа же. Он всем дал. Дал! Он пережил всех. Чтоб выстрелил такую страшную вертикаль власти Папы Римского, что ни до, ни после не было. Ну, про Сталин нам много раз он рассказывал, что когда его сослали, ну, поймите, его, что называется, пустили уже, ну, на супер понижение. Его же за глаза называли секретуточкой. Представляете, какое скребительное слово для мужчины, которому грузин, солидный, в возрасте. Его за глаза, так называют, это скребительное. Ну, да. Его же фактически сослали. Ну, по структуре, по иерархической структуре власти ему дали должность, ну, до этого действительно должность ответственного или первого секретаря ЦК занимала женщина. Как правило, женщина. Нет, там были мужики, но в основном женщина. Стасова. Стасова это была, как бы, ну, личный секретарь Ленина еще до революции, чтобы вы немножко правильно поняли. И когда вот все это начиналось, появился секретариат, то Стасова стала, ну, первым секретарем. А почему? Ну, как? Ну, по инерции, знаете. А потом на каком-то этапе она сказала, я устала. Ну, она действительно, возраст. Я устала, давайте я уйду. Мне уже это очень надоело. И тогда Ленин говорит, ну, женщина просит, давайте уважим. Значит, она останется моим персональным секретарем, а на эту тоже знайдеть какой-нибудь. Это же даже не должность. Это черт на что. И тогда Камень, Взиновье, Втроцкий. Да, да, да. Вот, и они и самые решили. Вот, вот, вот этот вот грузин, который никто, ничто. Ну, они, представляете, Камень, Взиновье, Втроцкий, да, и говорят, он ее туда отправит. Понижение. Он же был наркомом. Нарком это выше, а секретарь это ниже. По этой причине потом в будущем, ну, как вы сказать, вот, когда переведили должность генерального секретаря, ну, с точки зрения, если переведите его на английский, получается, ну, как бы старший в секретаря или старший в канцелярии, ну, как это звучит. Правда, во главе государства стоит старший в канцелярии. Как-то глуповато. По этой причине переводили это слово, а потом писали, ну, должность, аналогично должности президента страны. Ну, чтобы как-то объяснить, потом уже президент назывался. Вот это есть. Хотя недооценили. Не, недооценили. Сильно не оценили. Ну, можно что еще вспомнить. Я когда-то приведил вам пример Федора Алексеевича. Да, он малоцарствовал. И по большому счету его тоже считали болезнен никаким. Он малоцарствовал. Но он сделал настолько много за свое малоцарствование, что, мягко говоря, большинство реформ Петра, это не реформы Петра. То есть начал Федор Алексеевич. Ну, понятное дело, с политической соображением прописали все это Петру. Ну, дело житейское. Да, и не говоря уже другие различные истории. Ну, история Китая, она громадная, колоссальная. Там есть масса случаев, масса случаев, когда действительно ставили императора, ну, была возможность выбрать, и ставили самого-самого такого, знаете, разглядяя, бездельника, какой-то шута Горохову. И вот сделали, что все расчеты, типа, разве он может быть императором? Ну, он потом ставал императором. Вот, то же самое Владимир Зеленский. То же самое. Просто, понимаете, как ситуация, все забывают свиту короля, то есть, короля играет свита. Можно по разным относиться к окружению Зеленского. Но, что у него получается, что не получалось у Порошенко, тем более у Ющенко, ни черта не получилось. Он, понимаете, как, да, он тасует, перетасовывает, меняет, но у него есть команда. Да. Нет, вы можете быть недовольны командой, вы можете ругать Ермака, хоть каждый день. Это дело житейское, умоляю вас, Господи. Это принято. Ну, можете поругать окружение Путина, если вам вот это легче станет. Тоже команда. Тоже неправильно. конечно, куда уже там, все неправильно. Но команду она реализует. Потому что по очень инсайдерской информации, очень инсайдерской, Петр Алексеевич, когда пришел, он, вообще у него была цель выстроить такую вертикаль, он пытался это сделать. Но, бизнес там, еще ряд обстоятельств. У него действительно не было к кому делать. Понимаете, какая ситуация. Вы сами видели, что был момент, когда вот эти вот некоторые политические силы создавали большие проблемы. Я спрашивал людей близких, ну, что он не может с ними что сделать? на что мне отвечали? Если бы мог, бы сделал. Да. Причем действительно создавали колоссальные. А Зеленский сделал. Опять же повторяю, это не значит, что это хорошо или плохо. Это значит, что он выстраивает вертикаль власти. Каждая вертикаль власти всегда имеет плюсы и минусы. Сразу говорю. Нельзя сказать, что вот это идеально, это плохое. Но он это делает. По этой причине действительно есть большая вероятность, очень большая вероятность, большая вероятность, что Зеленский может быть надолго. В разном виде. Премьер, президент, это название не имеет значения. Вот как вы считаете? Я считаю, да. А некоторые считают, нет. И возникает вопрос, почему вы считаете, нет? Давайте, пишите комментарии. Пока.